Наверное, нет более мифического понятия в системах водоснабжения, чем гидроудар. Это можно понять. Это физическое явление тяжело визуально пощупать, хотя жизнь его составляет всего доля секунды, а ущерб видно не сразу. При этом последствия достаточно болезненные. Разрыв трубопровода, шланга, протечка арматуры, смесители и так далее. При этом ваша или квартира соседа может быть затоплена и всем участникам процесса будет нанесен весьма ощутимый ущерб. Меня зовут Евгений и сегодня я расскажу о гидроударах и о решениях, которые могут защитить вашу систему водоснабжения от гидроударов. Итак, поехали! Гидравлический удар это резкое повышение давления в трубопроводе. Чаще всего он возникает от резкого перекрытия запорной арматуры, такой как шаровый кран или смеситель. При этом вектор направления гидроудара будет противоположный от стационарного движения жидкости. Как результат действия гидравлического удара может быть сломана гибкая подводка, краны или другая трубопроводная арматура, так как именно она и воспринимает излишек давления. Есть несколько решений предотвращения последствий гидроудара. Первый это использование запорной арматуры с плавным перекрытием потоком. В этом случае вероятность образования гидравлического удара уменьшается в несколько раз. Второй же это установка компенсаторов гидравлического удара. Именно об этом продукте я сейчас немножко более подробно расскажу. Оптимальное место установки устройства непосредственно перед источниками образования гидравлических ударов. Это запорная арматура и смесителя, а также перед теми устройствами, перекрытие которых может привести к резкому перекрытию потока. Зачастую компенсаторы устанавливаются на коллекторах в квартирных узлах ввода. Есть два основных вида компенсаторов гидравлических ударов. Это мембраны и поршневые. При этом последних также есть два подвида, но обо всем по порядку. Мембранные гасители гидравлического удара выпускают Voltec, ZELMED и другие компании. Принцип действия этого устройства как у расширительного бака, только небольшого объема. Камера разделяется на две части. Одна заполнена газом, другая контактирует с водой. Газовая смесь закачивается в гаситель под давлением. Именно давление газовой среды и противостоит действию гидравлического удара. Но есть некоторые недостатки таких моделей. Это необходимость периодического подкачивания газа в камеру гасителя, это подверженность мембраны старению и разрывом, это диффузия газов через мембрану в теплоноситель, а также зачастую габариты таких изделий больше, нежели поршневых аналогов. Поршневые компенсаторы гидроудара не имеют вышеперечисленных недостатков. Как я уже говорил ранее, поршневых гасителей гидроударов два подвида. Это пружинные и поплавковые. Пружинные компенсаторы гидроудара в основном производятся итальянскими компаниями, такие как Афишина Регамонти, ФАР, РБМ, Малграни и другие. В основе конструкции лежит пружина и поршень. Именно пружина воспринимает увеличение давления от гидроудара. В зависимости от производителя материал поршня и пружины может меняться. Пружина может производиться из оцинкованной или и нержавеющей стали. А поршень может быть произведен из латуни или из пластика. Корпус же таких компенсаторов производится из латуни. Поплавковые амортизаторы гидроблического удара более популярны в США. По сути это комбинация двух предыдущих моделей. Вертикальную камеру из меди заканчиваются газы под давлением. В качестве устройства, которое воспринимает давление гидроудара, является поплавок с полимера и с резиновыми уплотнениями. В отличие от мембранового типа компенсатора, в эту модель не нужно подкачивать газы с течением времени, так как здесь отсутствует эластичная мембрана. Основным показателем любого компенсатора гидроблического удара это есть пиковое максимальное давление. То есть давление, при котором компенсатор будет амортизировать силу гидроблического удара. Если обратить внимание на параметры различных типов амортизаторов гидроудара, то мы можем посмотреть, что пиковое максимальное давление отличается в зависимости от модели. Например, для мембранных гасителей это 20 бар, для пружинных 50 бар, а для поплавковых составляет всего 14 бар. Также важны и габариты такого устройства, так как большинство из них устанавливается в узких, нижих квартирах или домах. И именно в этом случае немаловажную роль играют маленькие габариты латунных, пружинных гасителей гидроударов. Ну а пока на этом все. Надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Если так, то обязательно ставьте лайк под этим видео и не забывайте подписываться на мой канал. А пока на этом все. Всем спасибо и до новых встреч!